То есть не просто, да, вот, допустим, говорить о том, что, да, у нас все отлично, банки дают кредиты, мы развиваемся и так далее. На самом деле банкиры не дают кредиты, вот, на самом деле малый бизнес, ну, фактически не платит налогов, вот, а если платит, то минимальные налоги. Но это не из-за того, что они такие плохие, да, по сути, а потому что у них нет такой возможности. То есть их на рынке жесткая конкуренция, вот, их там придавливают и налогами, и, скажем так, проверками, и, к сожалению, у нас, вот момент даже зарплаты, да, то есть, скажем так, налоги на зарплату, они очень высокие, вот, то есть составляют на сегодняшний день 47%, вот, что маленькая компания не в состоянии сделать. То есть, если вы содержите сотрудника и у него зарплата 100 тысяч, то 47 тысяч надо заплатить в бюджет. Это составляет пенсионный фонд и пенсионный фонд, соцстрах, вот, все, а, и НДФЛ, то есть это все налоги на зарплаты. Именно поэтому у нас большая часть людей оформлена на минимальных ставках, то есть, скажем так, к сожалению, в небольших компаниях не показывается высокая, настоящая, скажем так, полная зарплата. Вот, что, естественно, сказывается и на пенсии человека, вот, и на доходы в бюджет. Вот, и при снижении налоговой нагрузки на компании, конечно, ну, скажем так, не то, что мое предложение, но мое направление было бы такое, что оптимизация снижения налоговой нагрузки на все компании, вот, ну, на весь бизнес, но при этом ужесточение санкций за неуплату штрафов, санкций, вплоть до, допустим, уголовных сроков.